Продолжаем рассказывать про собачек с ямы с посадки, собачек Симашка и отметка 10 августа. К этому времени волонтеру подкинули через забор щенят, которых под опеку свою взяла собачка Муха, но про это мы рассказывали. Ну, в принципе, начало с того, на чем мы закончили. Собачка Булка, щенулька, держала курс на выздоровление, температура снижалась, но еще была высоковата. Процесс заживления, понятное дело, будет долгим. На лапке рана была до кости, вычищена и еще в неудобном месте для перевязки. Когда делала перевязки с мазью, рана мокреет, когда с раствором высыхает от температуры и трет ранку. Решили применить опыт работы в ожоговом центре. Перевязки делала женщина только на ночь, днем ранка была открыта. Уже появлялись места заживления. Потихонечку ребенок начинал набирать вес. Волонтеру Марине Обедяевой доктор сказал, чтобы ее не баловали, что так и делала. Кушали мы печенку, спецкорма для ЖКТ, кефирчик, творог, йогурт, рис, курицы. Девчонка проявляла интерес к жизни, активная, пыталась играться со жменькой и коко. Только размеры не те, ее частенько сбивали с ног. В общем, мы выздоравливаем и результатом женщина была довольна. 11 августа. У Булки впервые была нормальная температура и, как всегда, хороший аппетит. Настроение отличное. И наша маленькая игрулька. 15 августа. У Булки ранки заживают. Появился сердечный кашель. Еще неделю назад женщина говорила доктору, что это не то с сердечком. Но ее проигнорировали слова. В этот день, к вечеру, у нее был сбой в сердцебиении. Скорее всего, осложнение после энтерита. Если это был он. И после глистов выходил бычий цепень. Теперь будем лечить сердце. 17 августа у нас было горе. Умерла черная девчонка с посадки, которую так и не забрали в приют, потому что она была диковатая. Утром беленькая отказалась от еды. Рвала. Хотела женщина ее поймать, но не удалось. Ходила каждый час в надежде ее изловить. Сердце просто разрывалось от боли. Опасалась, что они уже не выживут в приюте. А тут вышло все по-другому. Было три варианта. Энтерит рядом витклиника. Клещи или отравили. Есть рядом живущие людишки, которым также крохи мешают. Женщина пыталась ее спасти. Поздно вечером у женщины получилось поймать девчульку с посадки. Это надо было видеть. Взрослая тетка на шестом десятке жизни бегает по посадке через кущи, паутину, орет. Хорошо, что никто эту картину не видел. Хотя, какая разница. У ребенка очень тяжелое состояние. Отвезла ее женщина сразу в клинику. Сделали анализ крови. Перестраховались по поводу перопламоза. Ответ отрицательный. Температура под 40, рвота, кровавый понос. Прогноз неутешительный. Но мы будем бороться за каждый час, каждый день жизни. Поставили тогда в ней внутриведный катетер. Откапались. Назначили лечение. Заплатили за дорогу с булкой 600 рублей. И на следующий день должны были 800, плюс медикаменты и дорога. Отдельно держать женщине ее было негде. Поселила с малышней, уже переболевшей. Булка воспринялась в сестричку штыки. Облаяла, пыталась укусить. Поместила ее в женщина пока в ящике, чтобы не беспокоить. Есть несколько вариантов имени. Если дитё выживет, женщина хотела ее назвать Миланни, Таффи или Ариадна. Эти клички предложила доктор. Варианты имени еще тогда рассматривала. Теперь в посадке деток не осталось. Двое малышей по итогу ушли на радугу. Каспер и Мэгги. Двое, Моська и Пышка, нашли своих новых родителей. Недавно контролировала, все у них отлично. Булка в числе выздоравливающих. За шестую девоньку боремся.